Пустые прилавки, заброшенное состояние, закрытые павильоны. Центральный рынок не принимает покупателей. Но только по понедельникам. Так было десятки лет назад и так остается по сей день. При этом закрывать навсегда торговую площадь никто не планирует. Ей сейчас владеет московская компания. Она и должна заниматься благоустройством. По факту на площади в два гектара царит хаос и антисанитария. Исходя из того, что я сейчас здесь нахожу, желательно бы благоустроить территорию. Что именно хотелось бы? Дорожное покрытие. Поскольку я приехала на автомобиль с парковками, очень проблемно. Может благоустроить как-то хотелось бы? Хотелось бы. Что именно? Все. Начиная от внешнего облика, кончая дорожным покрытием. Нет, если здесь будет что-то нормальное в плане, не вот эти вот, скажем так, катакомбы, то, наверное, только хорошо. Плюс. А вот нынешнее состояние сейчас, что больше всего не нравится? Ну, посмотрите. Нет, это не центр города, скажем так. Центр города должен быть другим. Еще одна из самых распространенных жалоб – это на состояние павильонов. Вот пример одного из них. Сегодня на рынке выходной, поэтому застать торговца на своем рабочем месте мы не смогли. А вот увидеть состояние прилавка очень даже. По соседству еще один. Здесь товар продают на вот такой вот железной конструкции. Ржавое железо, хлипенькие деревянные палеты. Сама конструкция держится на кирпичах. Чтобы не отпугнуть покупателей, все это дело накрыто цветастыми клеенками. Что таится на складах, мы можем только догадаться. Вкладывать деньги в благоустройство рынка собственник не торопится. Но и продавать его администрации планов нет. Как пояснил глава города Дмитрий Вавилин, мэрия не смогла договориться в цене с владельцем территории. После этого пошли слухи, мол, рынок сменит место расположения. С центра в Киндяковку. По факту, все остается на своих местах. Более того, у горожан появится новая альтернатива для покупок. Он находится в частной собственности. Просто так принять решение, взять и закрыть, у нас нет права. Я надеюсь, что через развитие конкуренции и собственники нашего центрального рынка тоже примут решение и существенно его модернизируют. Строить конкуренцию, о которой идет речь, планируют через открытие совершенно нового рынка. Он будет под крылом администрации. Расположится в железнодорожном районе по улице Локомотивной. Точное место пока не оглашают. По предположению СМИ и горожан, это может быть территория бывших складов. Площадь позволяет, но предстоит немало работы. Сейчас здесь нет ничего, что напоминало бы торговую площадь. Где и когда появится современный городской рынок, станет известно позже. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда.ТВ.